В эфире православного телеканала «Союз. Беседа с батюшкой» в студии Михаил Карелин. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях в студии в Андреевском монастыре настоятель храма всех святых в бывшем Новоалексеевском монастыре претерей Артемий Владимиров. Здравствуйте, отец Артемий. Благословите наших телезрителей. Приветствую вас, дорогие друзья. И пусть наше собрание вечернее будет благословенно. Спасибо. Дорогие друзья, идет рождественский, или как его еще называют, Филиппов пост. Время сугубого покаяния, трезвения и борьбы со страстями. Поэтому сегодняшний наш разговор с отцом Артемием пойдет о таких грехах, как тщеславие и гордыня. Отец Артемий, расскажите нам, что же такое тщеславие? Какие страсти сопровождают этот грех? Как с этим бороться? Мне удобно об этом говорить, потому что я связан по рукам и ногам. Гордынь, тщеславием. И как больной показывает свои раны собратьям по несчастью, так и мне сделать это, думаю, будет спасительно. Не зря же святой Иоанн Лествичник в своей знаменитой книге говорит, не останется без награды тот, кто, сидя в болоте по уши, кричит из последних сил, не ходите моим путем, вы можете погибнуть, обходите болото. Бог не оставит вот этого бедного грешника без своей помощи. Иногда очень полезно вдумываться в самые слова. Тщеславие. Погоня за какой-то славой. Но какой? Божественный, нетленный, принадлежащий Отцу Небесному или иной? Тщетный, суетный, ложный. Что же это за ложная, суетная слава? Это, конечно, желание прославлять самого себя, действовать во имя Свое. Человек тщеславный не предстоит живому Богу, но он весь в плоскости внимания окружающих его людей. Набирать свои очки, получать свои, хотя бы и духовные дивиденды. Человек тщеславный не читал замечательного произведения братьев Стругацких. Трудно быть Богом. Ведь таковы и стремиться себя, как пуп земли, утвердить и таким образом быть всем для окружающих его людей. А гордыня, чем она отличается от тщеславия? Или это две сестры? Сестры ли? Или у них иное родство, тетушки и племянницы. Однако человек гордый может вовсе не искать общения с людьми. Не всякому нужно выраженное ободрение, одобрение. Гордец упивается самим собою и без посторонней публики. Гордость ума – самое страшное заболевание, как об этом говорят святые отцы. Человек гордый чувствует мнимую самодостаточность. Человек гордый, взирая на небо, готов уже произнести страшные слова того, кто упал с неба. «Вознесу престол свой выше престола Всевышнего». Гордец вполне последовательно доходит до отрицания бытия Божия, потому что он скрыто или явно обувствляет самого себя. Батюшка, но почему же нельзя на земле искать славы? Это что же, нельзя хорошо трудиться, хорошо исполнять свое дело? Вопрос, ради чего и ради кого ты это делаешь. Священное Писание нам дает прекрасное лекарство. Господи, не нам, не нам, а имени-то ему воздай славу. И поэтому, стремясь трудиться, делая все с огоньком, с искоркою, качественно, я должен не ублажать самого себя. Айда Пушкин, Айда молодец. Александр Сергеевич не имеет к этому прямого отношения. Но должен стараться своей деятельностью, словами, мыслями, начинаниями, прославлять того, кто дает мне силы к осуществлению добра. Выходит, тогда есть такие профессии, которыми не может заниматься православный христианин? Профессия, профессия и рознь, но сейчас мы говорим о внутреннем устроении. И оперный певец, и телекомментатор, и президент страны, каждый имеет свое поприще и свое служение. Во имя чего ты это делаешь? Думаю, что у христианина, его выражением творческого креда, должны быть слова молитвы Господней. «Досвятится имя Твое, Господи». Батюшка, а существует ли разница между гордыней и гордостью? Мы сначала должны разобраться во взаимных отношениях, родственных связях гордости и тщеславия. Один из древних аскетов говорил, что они друг друга подпитывают. И человек тщеславный мало-помалу приходит в неистовство от гордыни. И напротив, гордец так или иначе будет искать поклонение себе людей. Что от другого рождается, вопрос, конечно, непростой. Но я представляю себе гордынку червячком с шелкопрядом. А может быть, каким-то гастроэнтерологическим паразитом, который где-то там скитается в глубинах нашего «я», норовящего стать на место первой буквы в алфавите. И этот червь может обрести перепончатые, когтистые крылья гордости. Эти крылья поднимают тщеславного только для того, чтобы сбросить его на земь и на тысячу кусочков расколоть несчастного. Чем кто выше забирается, тем больнее падает. Таким образом, если быть точным, наша гордынка – это червячок, а крылья, безобразные крылья птеродактиля – это тщеславие, которое возносит нас выше, выше, выше. Но, как говорили древние римляне, «сик транзит глория мунди» – так проходит мирская слава. Да и за примерами ходить недалеко телевидение нам ежедневно представляет эти образы головокружительного восхождения и головокружительного падения. К сожалению, мы не видим головокружительного падения. Может быть, тогда бы мы учились большему. Мы видим только взлеты в основном. Нужно иметь глаза, чтобы видеть, и ум, чтобы размышлять. Да, вы правы. Кроме вашего телеканала, что еще можно найти где-нибудь на культуре поучительного? А так, безусловно, зомбирование, но не желание чувства добрые в народе пробуждать. Итак, гордыня и гордость. Есть ли разница между этими понятиями? Я думаю, более лексическое на словесном уровне. Хотя можно было бы и поразмышлять гордыня, твердыня, гусыня, существительные женского рода первого склонения. Но в этом ине я, например, чувствую что-то разросшееся, махровое, ставшее абсолютной доминантой личности. Гордость, вот это червячок, черевоточинка, подпитая ее тщеславием, и получится это умение, такая гордыня, которую ни объехать, ни пройти. Батюшка, давайте порассуждаем насчет женской гордости. Если вы не боитесь ваших милых слушателей... Имеет ли она право на существование? Имеет ли она право на существование? Есть ли что-то общего с гордыней? Должна ли женщина обладать женской гордостью? Что это такое? Давайте рассуждать о соотношении гордости и достоинства личности. Достоинство, честь – это неотъемлемые качества нравственной личности. В чем оно? Достоинство человека, в первую очередь, конечно, в его разуме, в его стремлении к добру, в умении различать добро и зло. Достоинство христианина, в чем оно? Конечно, в самом призвании служить Христу, конечно же, в искре Духа Божьего, который каждому из нас ниспослан в таинстве крещения и делает нас сугубо ответственным пред Богом. Женщина и ее достоинства, в моем понимании, это ее непорочность, ее строгая нравственная жизнь, это ее подлинная скромность, это ее девичья добродетель, это ее материнство. Все то, что делает ее прекрасной в очах людей и ангелов. Другое дело, женское кокетство – опасная тема. Я боюсь, что нас сейчас расстреляют прямыми вопросами из глубого эфира. Стремление «producing impression» производить впечатление на всех и вся вокруг себя. И мимо фонарного столба иная кокетка не пройдет, чтобы ему не подмигнуть. А воображение-то таково, что на зимнем московском ветре раскачивается фонарь, лампочка или еще, и вот уж ей кажется, что он к ней неравнодушен. Как же бороться с этими страстями? Бороться ни на жизнь, ни на смерть. Мы – потомки панфиловцев, нас мало, но позади Россия, ни пяди священной земли не отдадим врагу. И давайте-ка вспомним тот замечательный рецепт, то спасительное лекарство, без которого, как удостоверяют нас святые отцы, спасение недостижимо. Самоукорение. Умение внутри себя поставить на место собственную гордость, умение обвинить себя во всех неприятных обстоятельствах. Самоукорение – признак нравственно просвещенной личности. И мы увидим, что Мать-Церковь не зря дает нам, заповедует непристанную молитву, в которой обязательно присутствует словечко. Грешного, Божий, милостив будем не грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Не будет этого самоукорения, будет то, что мы сейчас видим в наших новых москвичах, статическое электричество при малейшем конфликте, не то что неумение, не желание сдерживаться, готовность выплеснуть весь негатив. Но соседа, зачастую ни сном, ни духом, не понимающего, что у вас не все дома христианские добродетели, отсутствует агрессия. И сегодня так было бы важно нам вспомнить этот замечательный навык наших благочестивых предков, уметь пенять на самого себя, но не сваливать. Батюшка, а каковы границы гордыни, гордости? Можно ли гордиться Родиной, к примеру? Давайте различать светские обороты и словоупотребления от аскетической терминологии. Да, пролетарский писатель когда-то сказал человек, кто звучит гордо. Ну, будемте размышлять, что он имел в виду. Помните, как проезжая нашу страну, сплошь затянутую колючей проволокой концлагерей, он говорил, «Социализм есть свободный труд, свободно собравшихся на индигирке, на колыме людей». Однако в светском словопотреблении «Родина моя, мы гордимся тобой, мы впереди планеты все, еще вчера друзья, мы запускали многоступенчатые ракеты и в области балета не отставали». Сейчас, между прочим, московские детишки во дворах учат нас переосмыслять эпоху. Знаете что, есть такие считалочки, вот вы хотите разделить яблоко одно на пять человек, но лучше его просто кому-то отдать, рыба, 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 кит, то он на солнышке сидит. А вот сейчас появились такие считалочки, я рад, дорогие наши телеприхожане, поделиться с вами современным детским фольклором. «Сатана гордился, с неба свалился, фараон гордился, в море утопился, мы гордимся, куда годимся». Спасибо, батюшка. И к вам вопрос из города Алтайска. Слушаем. Здравствуйте, слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Вопрос сорвался. Тогда вопрос из нашего интернет-форума от Михаила Георгиевича. «Как только захватывает на работе суета, сразу веду себя не по-христиански. Особенно трудно относиться к посторонним людям с любовью без осуждения. Научите, как контролировать себя. Уж вроде пока мы дома, мы христиане, а вот вышли в люди, и все с нас слетит». А иногда бывает наоборот. На людях, на мой взгляд, гораздо легче соблюдать корректность, английское сдержанное поведение, быть милым, с дамами, еще чайку, еще кусочек сахарку. Домой придет мещанин во дворянстве, и прячутся от него малые дети, животные, бьет кулаком по столу, кто в доме хозяин. Неслучайно англичане, которых мы сегодня вспоминаем, ну, те из 19 века говорили, «Charity begins at home». Милосердие начинается с собственного дома. Каков ты с домашними, если ты действительно хорош, то, соответственно, и в более широком кругу общения. Ну, а что касается контроля над самим собой, это аскетическое добродетель называется «внимание». Себе внимай, за собой наблюдай, смотри на себя со стороны. Это признак нравственно развитой личности. И наоборот, если ты жалок и смешон в глазах окружающих, если ты находишься в эффективном, страстном состоянии и не видишь далее собственного носа, ну что же, смотрите телеканал «Союз». Он научит вас всему хорошему. Внимание к самому себе не означает быть интровертом, то есть излишне погруженным в собственные переживания. Здесь крайности вредны. Будемте выбирать царский путь золотой середины. С молитвой к Богу, с любовью к людям. Батюшка, еще один наш телезритель задает вопрос на форуме. А возможно ли непрестанно молиться? Ведь для этого нужно всегда думать о Боге. Но днем во время работы или каких-то других дел очень трудно настроиться на духовное. Это опять-таки вопрос о внимании. Если, возможно, непрестанно дышать, то еще легче непрестанно находиться в Божьем присутствии. Пусть окруженные людьми ты не можешь проговаривать внутри себя полный текст молитвы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Однако, ты очень даже можешь, как Адам в раю, предстоять живому Богу. И шестым чувством оно есть абсолютно у всех наших друзей, которые сегодня с нами общаются. Ты можешь осизать, разуметь, ощущать, памятовать, что Бог на тебя смотрит. И если ты умеешь ходить пред его лицом, то есть контролируешь свои мысли и отгоняешь мысли нечистые, блудные, гордостные и злые, то через месяц-другой для тебя будет так же естественно памятовать о Боге и молиться Ему, как для собачонки дышать. Спасибо, батюшка, садуховный совет. И к вам еще один вопрос. Ленинградская область на линии. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, у меня вот такой вопрос. Раба Божьей Валентина. В поры семейного скандала муж ушел к своей матери. Но прошло время, он подал на развод. Гордый такой муж подал на развод. В нашем браке двое детей. Два мальчика, 10 и 8 лет. Значит, причиной развода по решению суда оказалось, что мы не сошли с характерами. У меня, конечно, вот такой вопрос, кто такой мировой судья. В первую очередь, чтобы его разводить, он должен выяснить причины. Сам должен быть семьянин, психолог. Я считаю, что он в первую очередь должен быть православным человеком. Я могу только обе руки поднять в пользу вашего мнения. Однако, иные представители госструктур, которые, может быть, не слышали вчерашнего послания президента, зовущего нас в светлое настоящее, желающего, чтобы мы преобразовали всю нашу жизнь под знаком порядочности, чести и долга, иные могут сказать, в твоей ли так, как можно сметь свое суждение иметь. Я бы посоветовал, что, если мы так размечтались, нашей правовой системе, вот этому гражданскому кодексу, поучиться хотя бы у итальянцев. Развод по-итальянски – это 20 лет ожиданий каких-то процедур. Это почти что невозможно. И мне очень жалко, что наши мировые судьи так легко идут на эти немирные решения. Не сошлись характерами. Да чепухавцы это. Молодые, здоровые, красивые. Вот уже у них дети, их любви нашла коса на камень. Здесь, конечно же, судебное производство дает потачки человеческой гордости, тщеславию, безответственности. И не хватает, безусловно, батюшки. Вот он и является, наверное, мировым судьей, который к миру призывает смотрящих друг на друга букой супругов. Его бы милого наисповать, на беседу, пообщаться с ним, священнику. При том, что от священника требуются как раз те самые качества, о которых упомянула наша добрая собеседница. Выдержанность, мудрость, искренность и, конечно, готовность на своем личном фронте хранить единство любой ценой. Спасибо, батюшка. Еще один вопрос к вам из Владимирской области. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Да-да, слушаем вас. Здравствуйте. Задавайте. Это вам из города Александрово, Владимирской области. Значит, у меня к вам вот такой вопрос, пожалуйста, объясните. Вот третья заповедь, не поминай имя Господа твоего в суе. Вот мне не совсем понятно, когда не надо поминать имя Господа в суе, то есть в суете, или как это понять? Объясните, пожалуйста, спасибо. Спасибо вам. Окруженный земной суетой, находясь в толчее пешеходного перехода или в магазине, мы всегда должны поминать нашего Господа, призывать Его досветиться к имя Твое Иисусе Христе, помилуй мя Пресвятая Богородица, спаси нас. И душа будет лампадой, возжженной посреди окружающего мрака человеческих страстей. Поминание имени Иисуса Христа и вообще божественных имен в суе есть бездушное, безмолитвенное, суеверное вращение имени Божьего в устах. А где ваш портфель? Да Бог с ним. Бог не с портфелем, а с тобою хотел бы быть, если бы ты так не суисловил. Ведь полный текст заповеди гласит так, не приемли имени Божьего в суе, ибо не оставит Бог без наказания говорящих это, делающих так. А что за наказание? Полное бесчувствие. Между прочим, христиане истинные отличаются от лже-братьей тем, как они произносят слово Господь. Всегда трепетно, всегда благоговейно, всегда со смыслом. Господь с тобой. Слава тебе, Господи! Помилуй Бог! И напротив, те, кто лишь крещены, но не имеют веры и верности Христу, запросто склоняют во всех падежах имя Божье, часто еще путая его с именем Лукавого. И мы это сразу подмечаем, и внутренне настораживаемся. Перед вами человек чуждый святыни. Спасибо, отец Артемий. И еще один вопрос. Москва на проводе. Здравствуйте, слушаем вас. Спасибо, отец Артемий. И еще один вопрос. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый вечер. Батюшка Артемий, мы вас очень любим. Наши чувства совпадают. Вы сейчас всех нас назвали телеприхожанами. У меня маме 80 лет. Она не может ходить в церковь по здоровью. Очень больна. Тем не менее, она каждый вечер и каждое утро слушает передачи, молится вместе с батюшками и участвует в молитвах. И ей очень показалось странным, когда с экрана прозвучало, что мы в этот момент молимся телеэкрану, а не Богу, участвуем в этих молитвах. Она молится и сама, конечно, вечером, общается с Богом. Но как, скажите, пожалуйста, относиться к этим молитвам? Можно ли принять, как бы мы посещаем церковь, молясь вместе, крестясь, молясь, участвовать в этих общих молитвах с экрана? Спасибо за ваш вопрос. В данном случае средство массовой информации, телевизионный экран, дисплей, скрин, как его называют, является проводником божественной благодати. Действительно, запечатленные там хитроумным плазменным способом лица священников, свеча горящая на подсвечнике, икона, возносят, возводят, возвышают наши мысли и чувствования к Отцу Небесному. Из экрана, с экрана льется звук, церковные песнопения или священные молитвословия. Таким образом, милая ваша мамочка по старости, сидя в креслице, как вот я сейчас перед вами молится, крестится, внемлет тому, что она видит и слышит, и, конечно, над ней раскрывается небо, и Божья Десница простирается с небес и благословляет ее, если бы Останкинская башня захотела. Не зря же она горела несколько лет тому назад, но, кажется, забыла, и уже оправилась от того шока. Если бы она захотела, действительно содействует посвящению нашей империи, нашей великой страны, поверьте, за два месяца общественная нравственность изменилась бы с минуса на плюс. Но это, если бы, может быть материалом нашего следующего прямого эфира, а сегодня мы размышляем о человеческих страстях. Спасибо, батюшка. Еще один вопрос на этот раз из теплого Сочи. Здравствуйте, слушаем вас. Сочи, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Батюшка, здравствуйте. Да-да, приветствую вас. Благословите, пожалуйста. Мир всему Сочи. Дело в том, что у меня двое сыновей, старшему 43, у него трое детей, чудесный сын, а младшему 30, он пьет многое. Вот так. И избивает своего трехлетнего сына до синяков. И я ему сказала, что если он не прекратит избивать своего сына, я с него побои. Но, конечно, я никуда не пойду, ни в какую милицию жаловаться, потому что он и так 10 лет отсидел. И мне страшно просто за него, понимаете? Но он мне грозится отправить психушку, говорить, что там у него знакомых много. Вот. И я понимаю, что у меня шикарная двухкомнатная квартира, и они хотят с невесткой меня куда-то укрятать. Вот. И я еще в 61 год заканчиваю медучилище, успешно. И он говорит, ты меня позоришь на весь город, все смеются, что ты 61 год учишься. У меня есть несколько дипломов, но я вот почему-то захотела медицинский окончить. Батюшка, у меня, знаете, из-за него у меня столько болезней на нервной почве. Я уже хожу в церковь постоянно, напиваю на чаши. Я благодарен вам за эту исповедь. И мы, конечно... Пожалуйста, помогите, скажите, что мне делать. Мы, конечно, всем миром сейчас помолимся за вас. Действительно, в Сочи темные ночи. Мы слышим это из вашего признания. Но оставлять безнаказанным вашего сыночка, потерявшего образ человеческий, нельзя. Подумайте, ведь вашему внуку грозит психическая травма. В любом случае, если интересное, я категорически против ювенальной юстиции. это такая хищная птица, которая сейчас реет над Россией, но, конечно, и против того, чтобы ребенок вот так вот был заживо истребляем, как личность. Нужно собрать в других ваших родственников, по крайней мере, вам совсем не грех обратиться к умным людям, поговорите с местным священником, властные структуры должны вмешаться, потому что вам нужно и саму себя защитить от происков тех, кто потерял уже и честь, и совесть, а прежде всего из беды этой, как из огня, из полымя вашего милого внучка спасать. Тут, знаете, промедление смерти подобно. Спасибо за ваш ответ. Еще один вопрос из форума нашей программы. Сегодня немало людей трудится в православных организациях, братствах, сестричествах, в том числе, речь идет о тех людях, которые помогают при храмах, издательства, агентства, всевозможные и прочие-прочие организации. Не секрет, что лукавые ополчаются на этих людей, спрашивает Алексей. Им кажется, что им завидуют. Посоветуйте, как с этим бороться? Когда кажется, нужно просто перекреститься. Ведь очень опасно, дорогие друзья, кажущиеся воспринимать за действительность. А лукавые мозги запудрят. Дай только ему волю через богатое воображение и творческую фантазию. Ну, да, действительно, любому человеку, который имеет активную жизненную позицию и желает созидать желает вводить в этот мир начало порядка, красоты и чистоты, конечно, будут завидовать увлени, емельки, которые лежат на печках, те, кто может лишь перемалывать и одновременно переламывать кости людям, но сам перстом не двигнет, чтобы сделать шаг на пути спасения. Думаю, что с этим можно просто смириться и не слишком много обращать внимания на досужие помыслы. Как говорят мудрые люди, всех слушать с ума сойдешь. Другое дело, что выбрав благородные поприща церковного просвещения, важно, по слову апостола Павла, пробощать собственные страсти, дабы проповедуя другим самому не оказаться никуда негодным. Думаю, что это особая тема для прямого эфира, современное свидетельство о Христе, ибо это свидетельство не в словах, но прежде всего в твоих собственных помыслах, чувствах, в устроении твоей души, в образе твоей жизни. Сегодня нам нужна непорочная, незазорная жизнь человека, который свидетельствует о Боге. Ну, а если мы стараемся идти тропой бескорыстной любви, не будем смотреть направо и налево. Если боишься, то и не делай. Если делаешь, то не бойся. А если ничего не будешь делать, то погибнешь. Вот и выбирайте. Спасибо. И Московская область на связи. К вам вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Пожалуйста, задавайте вопрос. Батюшка, благословите. Мир вам. Продолжайте. Дело в том, что... Мне говорить, да? Да, да, мы вас слушаем. Дело в том, что у меня сын был венчан, и они развелись. Там остался сын. И дело в том, что это дочи настоятели храма, и там были проблемы в общем с пьянством. И пришлось так вот получилось, что они развелись, и все это он... Сейчас он женат на другой, тоже венчан, и все у него благополучно во второй семье. Но он очень хочет видеться с сыном и воспитывать его. Но ему не дают. Там такое идет противопосостояние, что просто очень долго рассказывать, и как быть, и как поступить с этим. Мы можем сами догадаться, потому что это прозовь дня, это то, что всякому знакомо, кто не витает в облаках. Мы уж ведь и говорили примерно на эти болезненные темы, как ему поступить. Наверное, он может действовать в рамках юридического поля, оставаясь отцом, пусть и разведенным, к великому сожалению. Но видите, жизнь как далеко ушла вперед. Ему можно таки добиваться и путем судебным возможности видеть сына, тем паче, что он может и должен оказывать нравственное влияние на него. Прежде всего, нужно молиться, потому что жизни не будет, пока не умягчится сердце матери. У темпора уморос, у времена умравы. Но будем надеяться на лучшее. Жаль, что дети всегда остаются заложником подобных ситуаций. Спасибо, батюшка, за ответ. И еще один вопрос от Алексея из нашего форума. Известно, что курение это грех, что бесспорно, оно отравляет тело курильщика, что является храмом Божьим. А вот управление автотранспортом не является таким же грехом. Ведь выхлоп автомобиля отравляет окружающий мир и тех, кто в нем. Является любовь к вождению страстью. Если вы управляете фурой, которая рифмуется с известным словом первое склонение женский род, и эта фура не прошла никакого контроля на СО2, и дымит, как Мартеновская печь, действительно, кипит наш разум возмущенный, у пешеходов и прочих автолюбителей слов не хватит, чтобы высказать свое отношение к этому задымленному запорожцу, который уже не может пройти ни тюнинга, ни пилинга, и вообще не поддается термической обработке. Ну, простите, если вы сидите за современной автомашинкой, вот Владимир Владимирович Путин понастроил теперь таких заводов, что с отечественной сходят колеи автопроизводства конфетки, а не машины, надо сейчас нам хоть в этом гоняться за Европой, которая, посмотрите, чистенькая, все приглажено, даже шины, резину моют шампунем и никакого задымления. Так что мне не очень понятна ваша скорбь относительно выхлопной трубы. Некоторые, правда, говорят в отношении москвичей и дым, отечество нам сладок и приятен, ну, а все, что не в меру, то от лукавого. Если вы сладострастно любите свой автомобиль, если вы шпарите по третьему транспортному кольцу, выезжая чуть ли не навстречку, чтобы и на других посмотреть, и самому покрасоваться, то это психология смертника, великий грех ставить под удар окружающих, принося их в жертву своей автомобильной страсти. давайте-ка поспокойнее, тише едешь, дальше будешь не уверен, не обгоняй. Спасибо. И к вам еще один вопрос, снова Московская область. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Вера Михайловна. Я бы хотела вас портить тем, что помогу вашему гостю в человеческом образовании и задать ему несколько литературный вопрос. Этот вопрос касается романа Михаила Булгакова «Мастера Маргарита». Так, так. Знаете, там на Патриарших прудах Волон говорит о том, что он был на завтраке у Канта, и тот привел ему, по-моему, шестое доказательство бытия Бога. Вот где бы я ни искала, я так и не смогла найти, как оно звучит. Я вас выручу с удовольствием. Да. Выручу с удовольствием. Святой Иоанн Кронштадтский говорил, что цветы это остатки рая на земле. И когда мы смотрим на только что распустившийся бутон розы, покрытый каплями прозрачной росы, или когда мы смотрим в чистые глаза ребенка, неиспорченного капризами себя любием, то вот оно шестое доказательство Божьего бытия совершенства творений, то чистота детских глаз, то благоухание полупрозрачных лепестков розы, которых не воспроизведет человеческая рука, не воспроизведет никакое человеческое искусство. Но это такой поэтический ответ. А вообще поменьше с Воландом общайтесь, потому что это господин себе на уме, и он вызывает как будто бы симпатию читателей, на самом деле остается родным братом Мефистофеля, а уж вы знаете, куда ведут пути, вымощенные такими благими намерениями Михаила Булгакова. Может быть, вообще не стоит читать это произведение? Я бы детям современным не давал, но они смотрят фильмы, а в фильмах Маргарита, не успев одеться, летает на помиле, к вечеру не будь это все помянуто. Изменилась эпоха. Я помню, что десятиклассникам я прочитал этот роман, и меня совершенно не заинтересовал его гротескный план, где демоническая активность выведена в живописных персонажах, но я жадно впитывал все те слова и все то, что связано с евангельской историей, хотя до неузнаваемости искаженной. Иешуа Гоноцри, Михаила Булгакова, это не Господь наш, Иисус Христос, но время было иное. Мы тогда были полностью оторваны от церкви и по крупицам сквозь чащу леса безбожие. Мы набирали эти золотнюкие веры и выходили к свету Божьему. Сейчас демонизирована атмосфера, народ как бы просвещен поверхностным знанием Евангелия, но при этом Полтергейст, Гарри Поттер и прочая мешанина оккультно-языческого характера делает свое дело, и поэтому сегодня нужно быть очень осторожным и мудрым родителям, воспитателям и учителям, так, чтобы сохранять внутренний мир ребенка от демонического вторжения. Спасибо. И к вам еще один вопрос. Нижний Вартовск у нас на связи. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Батюшка, здравствуйте. Я хочу задать этот вопрос. Я регулярно посещаю службу в церкви. Ну, происходит такая ситуация. После службы у меня происходят такие нервные срывы, что я на самом деле даже начинаю ругаться, у меня происходят неприятности, начинаю драться, плакать, слезы. Это у меня первый вопрос. И второй у меня вопрос. Поругался один раз с девушкой со своей после какой-то службы. И она один раз сказала, будь ты проклят. Хотя она после этого умоляла у меня просили прощения и говорила то, что я забираю свои слова обратно и все такое подобное. Спасибо вам огромное. Дай вам Бог, там в Нижний Вартовске, во-первых, перезимовать. Зима должна быть суровая. Во-вторых, быть немножко поспокойнее, потому что от христианина всего прежде требуется баланс чувств, ума и сердца. Если бы вы вовсе не ходили в храм, то было бы еще хуже. То, что иногда после храма вы впадаете в такое беспокойное состояние, виноват не храм, но какие-то наши болезненные состояния души. Они врачуются глубокой исповедью. Я очень рекомендую вам найти внимательного духовника, священника. Вот у вас там в Нижневартовске есть очень хороший батюшка, отец Дмитрий. Найдете. Кто ищет, тот всегда найдет. И, конечно же, подозреваю, что эта гиперэмоциональность, о которой вы нам сегодня рассказали с доверием, плод каких-то жизненных ошибок. Подозреваю, что вы не находитесь в венчанном браке, и девушку, которую назвали своей, все-таки еще недостаточно любите, не предложив ей собственно супружества, не попросив ее руки. Соответственно, находясь в нечистом состоянии такого плодского, неосвещенного сожительства, вы волей-неволей открыли створки вашего сердца навстречу демоническому действию, прорывающемуся через такую немотивированную раздражительность, то смех, то слезы, то гнев, то еще что-то. Поэтому исповедь, с девушкой надо разобраться, кто вы, друзья, тогда в моем присутствии будем пить кофе, капучино, либо вы предназначенные друг другу две половинки, тогда давайте распишемся, повенчаемся, и, конечно, старайтесь быть спокойнее, смотрите чаще телеканал «Союз», он оказывает прекрасное терапевтическое воздействие на своих пользователей. Спасибо, отец. Вопрос из Тольятти. Слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Батюшка, скажите, пожалуйста, да, да, вот я на работе, работаю в женском коллективе. Продолжайте. И, ну, иногда вот, я тоже делаю первые шаги какие-то к Богу, читаю Евангелие, Палтер, ну, стараюсь знать праздник, что означает тот или иной праздник, и вот иногда на работе тоже вот я рассказываю, если вот, например, женщины не знают, иногда не спрашивают, я им могу рассказать, что означает тот или иной праздник, иногда могу поспорить, вот есть которые неверующие, ну, иногда даже злюсь я на это. Вот как это, не считается это вот тоже горды, не тщеславием, ведь я же, ну, не учитель, я как бы не имею, наверное, на это право, потому что я еще сама, ну, как бы, мало еще знаю, хотя бы тут и знаю. Вопрос ясен, и касается второй программы. У меня краткий вам совет, будьте солнышком, светить всегда, светить везде, вот лозунг твой и солнца. Если вас, ваши сотрудницы, уже именуют верующей, поверьте, они спрашивают вас вдвойне, и то, что считают извинительным для себя, вам никогда не простят. Поэтому какое-то спорливое состояние, какая-то раздражительность для вас совершенно уже невозможны. Они смотрят на вас, как на то, о которой сказано у Александра Сергеевича Пушкина. Я помню, чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Поэтому уж извольте быть приветливой, улыбчивой, радостной, но прибавьте к этому тактичность и деликатность. Вы знаете, очень опасно оказать медвежью услугу человеку. Он не спрашивает вас, ему нужно какие-то заполнять бланки, а вы ему пытаетесь внушить и рассказать, как хорошо рождественским постом быть на этом и этом и этом богослужении. Здесь очень важно быть не в тягость, а в радость. И не случайно один какой-то деревенский батюшка из заброшенного мельежьего кута произнес такую молитву «Несуй меня, Господи, куды меня не просят». То есть будьте очень тактично деликатны и я вам советую отвечать только на вопросы, но не спешите навязывать свои суждения окружающим. Батюшка, стоит ли человеку, который только начал воцерковляться, апостольствовать? Я такого глагола, честно говоря, и не знаю. Простите. Апостольствовать, если речь идет о служении апостольском, служении словом, то, конечно, к этому нужно быть готовым, чтобы твое слово было чисто, ясно, просто и прекрасно, а главное, чтобы перед ним шло твое дело. Помолись немножко, обрети крылья мира и любви, и тебе будет дано сказать, что такое молитва. Смирись в каких-то сложных обстоятельствах, не дай ходу раздражения и опытом приобретенная кротость раскроет твои уста. То есть от дела к слову. Не случайно говорили древние лучше дела без слов, чем слова без дел. Спасибо, батюшка. И буквально, наверное, последний уже вопрос в нашей сегодняшней программе. Алексей спрашивает в нашем форуме, адресует вопрос именно к вам. Если Бог дает человеку полную свободу, свободу как личности, то почему он определяет полчеловека? Ну, доехали. Гендерная политика. Вы знаете сейчас, какая идет на нас конница вражья? Если мы это прохлопаем, то вслед за секс-просветом и ювенальной юстицией будет навязана в школе гендерная политика. Она сюда проходит под маркой равноправия женщины. Да у нас в стране женщины не то, что равноправные, а на доске почета висят ткачихи и те, кто доят коров, люди труда. Но гендерная политика это абсолютное уже смешение понятий, и она будет провозглашать, что существует не два, а три, четыре, пять полов, и в двенадцать лет ты должна, ты должен выбрать себе пол, и это может быть не мужской, не женский, а что-то посерединке, не буду вас пугать. Какие европейские страшилки сейчас, например, уже действуют в Чехословакии, Чехии, откуда народ бежит на западную Украину, потому что не может уже воспитывать своих детей. и так Господь Бог дал нам не полную свободу, а Он даровал нам свободу благого выбора, Он почтил нас самовластием, так что каждый из нас в любой момент его жизни может выбрать жизнь, а не смерть, добро, а не зло, свет, а не тьму. Что касается половой принадлежности, вы мужеск пол, и я, по счастью, мужеск пол, а вот нам задают вопрос прекрасные женщины, это Божий дар, который нужно, как пелось, помните, в песенке, нужно благодарно принимать. Мы не смутьяны и не бунтари, и нам уже говорить вследствие поэтам, дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем-то мне дана, но нам говорить с митрополитом Филаретом, память которого мы сегодня празднуем, не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана. И поэтому я мужчина, слава Богу, ты, женщина, трижды, слава Богу, ибо если бы не женщина, то я бы вообще не появился на этой грешной земле. Спасибо, батюшка. И последний вопрос на связи Советск. Здравствуйте, слушаем вас. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Да-да. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот я замужем, а муж мой не верует в Бога, я самоверующий человек, сейчас рождественский пост, поздравляю вас, кстати, с рождественским постом, вот, и у нас серьезные отношения возникают, серьезные проблемы возникают в связи с супружеской близостью. Я не знаю, что мне делать, посоветуйте, батюшка. Что мне делать, как мне быть и как горе подсобить? Ну, вы знаете, вопрос исповедальный, духовного характера, вообще я должен похвалить наших сегодняшних телезрителей, они задают настолько глубокие, жизненно важные, животрепещущие вопросы, что наша передача по-моему, по своей насущной силе и актуальности заменяет все новостные пакеты дня на официальном телевидении. Думаю, что надо все-таки уступать. Уступать, да, иначе он позеленеет, избежит, а ведь, знаете ли, надо просчитывать последствия. С другой стороны, купите ему гирьки, пусть он качается, купите ему тренировочный костюм, пакистанские и кеды, и скажите, что нужно ему бегать вокруг вашей пятиэтажки по 10-20 кругов. О, спорт ты, мир, движение, это жизнь, и если он, милый, так будет немножечко себя приутруждать, может быть, и охладит свой пыл на улице минус 26, но не унывайте, не скорбите, переживем, кормить его повкуснее, он будет наш, потому что путь к сердцу женщины лежит через цветы, а к сердцу мужчины, понятное дело, через вкусный, постный, питательный ужин. И я желаю вам, дорогие друзья, после нашего прямого эфира хорошенько поужинать за здоровье телеканала «Союз». Батюшка, спасибо вам за беседу, благословите наших телезрителей. Я очень рад встретиться, у нас всегда у Батюшки есть что вам рассказать, и поэтому надеюсь на следующее наше общение с друзьями, надеюсь, что мы никого не обидели, никого не смутили, и да благословит нас Господь на мирное движение к Рождеству Христову. Батюшка, мы и впредь будем вас видеть у нас в гостях. Очень-очень рады. Ловлю вас на слове. Дорогие друзья, мы с вами на этом прощаемся. Спасибо вам за ваши вопросы и внимание к нашей программе. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова